Эфирные масла – это проводники энергии природы, которые гармонизуют общее состояние человека. Они полезны все без исключения, однако каждая имеет те характерные свойства, которые помогают в конкретных ситуациях. Именно поэтому важно знать, какое масло для чего применяется. Наша тема сегодня – масло нироли. Это непривычное название не привязано ни к одному из существующих растений или деревьев, как мы привыкли. Как гласит легенда, эфирное масло нироли названо в честь уроженки Италии, принцессы Анны Марии, графини нироли. Принцесса обожала это масло и использовала его вместо духов. Отдушивала им свои вещи и принимала ароматизированные ванны с маслом нироли. Она благоухала сильным цветочным ароматом, привлекая внимание мужчин и вызывая зависть женщин. Готовится масло нироли из лепестков апельсиновых деревьев. И чтобы получить 800 граммов масла нироли, надо собрать одну тонну лепестков. Поэтому это масло довольно дорогое. Получается оно путем выгонки паром. Производят масло нироли во Франции, Италии, Марокко и Португалии. Оно обладает одним из самых изысканных ароматов и используется в производстве парфюмерии самого высокого качества. Различают три вида эфирного масла нироли. Первое производят из лепестков горького сивильского померанца. Называется оно нироли бегорейт и считается самым лучшим из всех сортов. Второе делают из лепестков сладкого апельсина. Называют его португальские нироли. Третье вырабатывают из цветков лимона и мандарина и называют просто нироли. Эфирное масло нироли считается хорошим транквилизатором. Оно благотворно влияет на нервную систему, избавляя человека от стресса. Это прекрасное средство от бессонницы, особенно при депрессивных состояниях. Масло нироли помогает при головной боли, невралгиях и головокружениях. Придает ощущение умиротворенности. Масло нироли считается хорошим спазмолитиком. А также масло нироли хорошо воздействует на сердечно-сосудистую систему. Оно может уменьшить сердцебиение, стимулировать кровообращение, придает тонус всему организму. В половой сфере масло нироли может снять эмоциональную подавленность, поможет раскрепоститься, поэтому оно считается афродизиаком. Для тех, у кого критические дни проходят не совсем благополучно, масло нироли послужит успокаивающим и легким обезболивающим. Точно такое же действие оно окажет во время менопаузы. Как наружное средство масло нироли считается хорошим антисептиком. Его бактерицидное действие открыли еще первые производители. Также оно отлично смягчает кожу, придает ей необыкновенно ароматный цветочный запах. Особенно полезно это масло для сухой, чувствительной и увядающей кожи. Эфирное масло нироли оказывает на человека релаксирующее действие, поэтому в тех случаях, когда нужна скорость реакции, ясная голова и сосредоточение на решении проблемы, лучше удержать себя от соблазна воспользоваться этим маслом. Дело в том, что оно может подействовать как легкое снотворное. В косметологии эфирное масло нироли считается одним из самых эффективных средств, которое творит с кожей просто чудеса. Оно явно омолаживает кожу, особенно сухую и уставшую, отлично разглаживает мелкие морщины и сглаживает крупные, помогает раздраженной коже. С его помощью можно устранить мелкие сосудистые звездочки на конечностях, нитевидные вены и послеродовые растяжки. Оно поможет заживить трещинки. Даже такие сложные заболевания, как экзема, герпес и угревая сыпь подаются лечении при умелом использовании масла нироли. Дело в том, что оно способно воздействовать на регенерацию клеток кожи и быстрый рост здоровых молодых клеток. Масло нироли также полезно для волос и для ногтей. Оно питает клетки, придавая эластичность волосам и прочность ногтям. Его дезинфицирующие свойства помогут избавиться от перхоти и шелушения кожи. Применение масла нироли. Самый простой вариант – при стрессе капнуть масло на салфетку и вдыхать аромат. А также в ароматическую лампу наливают обычно 5-7 капель масла нироли. В простую ванну без включения других масел добавляют 10 капель масла нироли. Для массажа тела смешивают 10 мл базового масла и 5-7 капель масла нироли. Внутрь принимают до 3 капель, смешивая с медом. А для укрепления ногтей капнуть по капле масла нироли на ногтевое ложе, втереть легкими движениями пальцев. Масло нироли для волос – капнуть 1-2 капли на расческу, причесать волосы в разных направлениях. Для кожи головы и укрепления волос сделаем композицию. Масло герани и лаванды 5 капель, масло иланга иланга 1 капля, масло нироли 2 капли, масло апельсина 3 капли. Смешиваем все эти ингредиенты друг с другом, наносим на кожу головы, делаем легкий массаж. Эта процедура не только сделает волосы крепче, но также поможет избавиться от зуда и перхоти. При беспокойном сне капнуть 1-2 капли масла на влажную салфетку, положить около кровати или на батарею отопления. Ванна для женского здоровья с маслом нироли. Особенно полезна эта ванна с женщинам после 35 лет. Составляем композицию. Масло нироли 4 капли, масло бергамота 2 капли, масло мяты 2 капли, сандаловое масло 3 капли. Перемешиваем масло, вливаем в воду и принимаем в ванну до 30 минут при температуре 37-38 градусов. Ванна помогает нормализовать эндокринный фон, повысит чувствительность и послужит великолепным тоником для кожи. Надеемся, что информация была очень полезна для вас. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok